История, о которой мог быть очень печальный финал, произошла в одной из электричек. 13-летнюю девочку контролер высадил из поезда в глухом лесу на станции в 85 километрах от Москвы в компании с пьяным мужчиной. Родители девочки, которые ждали ее на другой платформе, не знали, что случилось, и несколько часов провели в состоянии дикой тревоги. Теперь делом занялась транспортная прокуратура. Репортаж Ольги Князевой. Глухой полустанок 85 километров от Москвы. С одной стороны лес, с другой рельсы. В такие декорации 13-летнюю Юлю высадил контролер пригородной электрички. Вдогонку назвал Зайцем. И туда же, на платформу, выпроводил пьяного мужчину в 40 лет. Это как бы неизвестное место, как-то вокруг лес. Я не знаю, что делать дальше. Немножко испугалась, но как-то... Контролер высадил ее, потому что она проспала свою станцию. С билетом до Бирюлева уехала дальше. Сейчас Юля говорит, повезло. Пьяный пассажир тут же уснул на скамейке. Целый час девочка ловила сеть, пыталась дозвониться родителям. Он ее высадил на глухом перроне, 85-й километр, где нет автобусов, жилых массивов и электричек на ближайшие два часа, где есть только лавка и табличка. Ваш бдительный кондуктор не мог проявить бдительность на одну станцию позже? Следующая станция Жилева, крупная. Оттуда можно уехать на любом транспорте. А вот 85-й километр, безвозвратная. Там останавливаются только электрички из Москвы. Туда и на машине-то сложно попасть. Упираешься в лес. Когда Юля дозвонилась папе, который ждал ее на вокзале в Бирюлево, он уже места себе не находил. Конечно, мы испугались страшным образом. Думали всякие, ну я во всех случаях. Мысли плохие гнал. Дополнительно, конечно, окраску придавало, что высадили на платформу в лес взрослого мужчину. Еще один момент. Юля плохо себя чувствовала. В электричку она зашла с температурой. Из московского детского лагеря пришлось возвращаться домой раньше обычного. Возможно, в таком состоянии ей бы не помешало сопровождение вожатых. Был сделан звонок папе. Папа подтвердил вожатым, что девочка сама может отправиться домой. Кроме того, у нее подписано официальное заявление от родителей о том, что она самостоятельно покидает культурный центр. Села на Павелецком вокзале и тут же заснула под стук колес. Бывает с каждым. Но даже если бы 30-летняя Юля была злостным безбилетником, кондуктор обязан действовать иначе. Что он должен был сделать, это первое выяснить, сколько ей лет. Если ей 13 лет, он должен, и она без билета, он должен был вызвать сотрудников полиции и передать ей ребенка. А уже в последующем сотрудники полиции должны были связаться с родителями. Эта часть – должностная инструкция, о которой знает каждый контролер поезда или любого другого транспорта. Заработался, оправдывают коллеги, сотрудники центральной пригородной пассажирской компании. Контролер на самом деле просто уже, наверное, как робот работал и поэтому не подумал о том, что перед ним ребенок. Работал как с обычным взрослым человеком. Вот так на автомате действовал, видимо, и кондуктор в Екатеринбурге. Девочка потеряла проездной, послушно вышла на мороз и шла домой пешком 2 часа. А в Москве школьницу 7 часов искали волонтеры и полиция. Оказалось, потеряла деньги, не смогла оплатить проезд в маршрутке. Растерялась и не попросила других пассажиров помочь. Тоже высадили, бродила по городу. Это совершенно внештатная ситуация, потому что ребенок к этому не готов. Когда он попадает в такие обстоятельства, вот это состояние незащищенности, состояние беззащитности, непонимание, какие действия должны быть сейчас, это, конечно, приводит к тому, что ребенок травмируется. Истории много заканчиваются по-разному. В Барнауле мать-подростка с задержкой психического развития не успела заскочить за ним в автобус. Он мог только выйти в ответ на то, что его буквально выкинули на конечный. Обморожение, ампутация, через месяц смерть. Контролеру, который высадил девочку в лесу, уже сделали выговор. После огласки в СМИ делом занялась транспортная прокуратура. Расследование также на контроле у Следственного комитета России. Возможная ответственность по статье «Оставление в опасности». Это штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до года. Родители девочки на наказание не настаивают. Просто хотят, чтобы больше ни с одним ребенком. Такое не повторилось. Ведь Юлина путешествие могло закончиться как угодно. Я сейчас рассказываю все это, чтобы те же люди в форуме, контролеры задумывались и проявляли какие-то человеческие чувства. Ольга Князева, Лариса Никитина, Наталья Литовко, Марьяна Соболева и Кирилл Данилов. Первый канал.